Итак, дорогие, когда мы бодрствуем и молимся, когда мы бдительны, мы способны различить голос Божий, наставляющий нас. Мы способны получить инструкции о том, что планирует дьявол, что планирует враг против нас, чтобы упредить врага. Бог очень часто хочет, чтобы мы упредили врага и сокрушили его, когда он еще не внедрился из духовного в физическое. Но очень часто из нашей беспечности мы пропускаем определенные вещи в духе, и из сферы тьмы, планы тьмы не сокрушаются там, но они распространяются в сферу физическую, и это влияет на нас, и только потом мы начинаем спаститься, молиться и противостоять врагу. Лучше упреждать врага, знать заранее, что планирует враг, и разрушать еще в зачаточном состоянии его планы, чтобы он не смог воплотить их из духовной сферы в сферу физическую, потому что потом бороться уже труднее. Лучше всего побеждать врага на его территории и не позволять ему внедриться на нашу территорию и потом на нашей территории вышибать его, выбивать и воевать, что намного сложнее. И беспечный часто пропускает это. И когда приходит атака врага, он получает в лоб. Или иногда Господь дает нам предупреждение. Иногда, вместо того, чтобы послать ангела, Бог даст нам предупреждение, хочет предупредить нас об опасности о чем-то. И если мы пренебрегаем предупреждением и своевольно в упрямстве идем и поступаем, как мы решили, как мы спланировали, как мы хотим, то мы будем наказаны. И нам придется выучить определенные уроки. А слушающий меня будет жить безопасно в послушании голосу Божьему, голосу премудрости, безопасность, спокойствие и отсутствие страха зла. А слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла. Десятый, с десятого стиха, вторая глава. Когда мудрость войдет в сердце твое и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя и разум будет охранять тебя. Не только Бог, не только ангелы, а разум, разумение или здравомыслие и рассудительность будут теми, кто будут оберегать и охранять тебя. Способность рассуждать. Рассудить – это различить. Способность духовного различения через духовный суд, духовное рассуждение. И разум, разумение, понимание, здравомыслие в определенных вопросах будет охранять тебя. Дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая мягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Довое ведет к смерти и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле и непорочные пребудут на ней, а бессыконные будут истреблены с земле и вероломные искоренены из нее. Вот почему Бог не защитил меня от блуда? И вот я попалась в блуд. Он защищал. Ну почему Он просто ангела не поставил, чтобы просто преградить мне путь и остановить меня, чтобы я не смогла добраться к тому месту, где этот блуд совершился? Не-не-не. Есть рассудительность, есть здравомыслие, которым ты пренебрегла. И ты потеряла защиту и безопасность. И если человек хочет грешить, Бог не будет его останавливать, чтобы он не соприкоснулся с этим грехом. Хочешь, ты сделал выбор, это твое желание, поступай по своему желанию. Бог не будет защищать нас даже от искушений. Он способен помочь искушаемым в искушении, которые борются и противостоят искушению, чтобы они не были искушаемы сверх сил, но при искушении получили облегчение, чтобы могли перенести это и получить победу. Да, Бог даст силы, когда человек, будучи искушаем, преодолевает искушение, он будет помогать, но он не отведет от нас все искушения. Соблазны и искушения будут приходить в нашу жизнь. Бог будет помогать, но он не будет, о, пожалуйста, не иди на блуд, пожалуйста, дочка моя, и станет прямо там загородить собой путь. Нет. Я дал тебе инструкции, откуда приходит рассудительность, разум. Вот отсюда приходит. Здесь много рассудительности, здесь много здравых советов, здесь много разума. Это все, в принципе, разум, инструкции, советы. Это Слово Божье, которое учит нас, как правильно рассуждать и здравомыслить. Вот это Слово Божье, заповеди Божьи, это наша защита, это наша безопасность, чтобы мы не вошли туда, куда нам не нужно входить. Притча, третья глава, 21 стих. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность. И они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему. И нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться. И когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Когда мы будем ходить в здравомыслии и рассудительности, Господь будет обеспечивать нашу безопасность. Но если мы ходим по глупости, тщеславию, высокомерию, гордыне, беспечности, мы избрали неправильный путь. Путь глупца. И мы пострадаем от этого. Четвертая глава, двенадцатый стих. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой. И когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставление, не оставляй, храни его. Потому что оно жизнь твоя. Обдумай стезю для ноги, ноги твоей. И все пути твои добудут тверды. Не удаляйся, ни направо, не уклоняйся, ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Вот она рассудительность. Вот он разум Божий говорит. Вот они инструкции. Поэтому нужно постоянно, знаете, христиане говорят, вот у меня такая ситуация, что мне делать? Слово изучай. Иди в Слово. Там даны конкретные указания. Иногда люди, они ожидают какого-то сверхъестественного водительства, что придет ангел, осияет их комната, и ангел скажет им, что делать. И они уповают на какие-то сверхъестественные водительства, но пренепрягают Словом, здравостью, рассудительностью, здравомыслием. И они не поступают по воле Божией, которая ясно сказана в Слове. Они ищут чего-то такого необычного в водительстве, когда Бог конкретно сказал определенные вещи уже в Слове. И они не прибегают к Слову Божьему. чтобы ходить правильно и находиться под этой защитой. Я скажу даже так. Если мы так поступаем, мы искушаем Господа. Есть те, которые искушали Господа. Бог говорит им, водит их, направляет, говорит инструкции. Да не, пойдем. И когда они идут, и они очень такие уверенные, ну, с нами Бог. Или ангелы защищают нас. Ангелы функционируют в сфере Духа, в сфере Бога. Ангелы функционируют согласно Божьего Слова и голоса. Они слушаются Его. Они не слушаются нас. Они не делают то, что мы им говорим. Если мы говорим им что-то сделать, это соответствует тому, что Бог сказал им сделать, тогда они будут сотрудничать с нами. Но они исполнители воли Божьей. Если мы не ходим путями Божьими, и находимся где-то лживо в заблуждении в грехе, и мы просто искушаем Бога, ожидая, что Он должен вступиться за нас и послать ангелов. Ангелы активизируются жизнью веры и хождением в истине. Ангелы не активизируются по нашему произволу. И они могут иногда хотеть помочь, но видят, что человек идет путем тьмы, потому что он избрал этот путь. И они насильно никого не вырвут от этого пути. Насильно Бог никого не защитит. Но есть последствия. Вот почему мудрый знает, что есть последствия выбора, есть последствия определенных решений, которые человеку придется пожинать. Вот почему надо уметь рассуждать и иметь здравый смысл понимать того, что все, что мы делаем, есть в этом определенные последствия, которые мы будем пожинать, хорошие или плохие. Бог дал нам определенные способности и сказал нам в слове, чего ожидать от этого. Если ты делаешь так, вот такие будут последствия. Если ты делаешь так, такие последствия. Избери жизнь или смерть. Два пути. Путем смерти ты умрешь, путем жизни будешь жить. Избери жизнь. Вот он путь проклятий, вот он путь благословений. Об этом все сказано. Какой путь ты изберешь? В заключении Господь может использовать дары духа. Господь может использовать пророческое слово, которое будет нашей защитой. Слово знания или слово мудрости, что есть и что будет. если мы будем в послушании этому слову, мы пожнем плоды послушания, то есть благословения. Господь защищает через сны. То есть он может дать сон. Определенный сон, в котором будет определенное послание. И нам нужно будет получить истолкование этого сна и находиться в послушании Божьем. Иов 33 глава с 14 стиха. Бог говорит однажды и если того не заметят и другой раз. Во сне в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, человек замыслил определенное предприятие, но оно не от Бога. И Господь может использовать сон или ночное видение, чтобы отвести его и удалить от него гордость, потому что он в гордыне замыслил это предприятие. Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Какой милостивый Господь! Бог весьма милостив. Есть скорби и страдания, которые утвердил Бог для нас согласно своего плана. Они общи каждому, хотя иногда различаются, отличаются. Но каждый в зависимости от зрелости, призвания, звания в его жизни будет испытываем Богом, будет проходить скорби, гонения какие-то, тесноту, трудности, которые запланировал, преднамерил Бог для нас. но есть также скорби, трудности, в которые мы попадали, и они не были в план от Бога. Мы сами себя ввели в эти трудности и скорби через путь непослушания. поэтому Бог никогда поругаем не бывает. Он никогда не бывает неправ, он абсолютно прав, всегда во всем и везде праведен. Иногда вместо того, чтобы говорить, а где был Бог, когда это и это случилось в моей жизни, правильный будет сказать, почему я не был там, где Бог хотел, чтобы я был, почему я пренебрег наставлениям и советам, почему я был глух, когда Бог пытался предупредить меня и через сны, и через пророческое слово, и через совет брата, и я не принимал это близкого внимания. Я думал, что ангелы Божьи впишутся, подпишутся за меня. Почему Бог не охранял? Он охранял, Он хотел предотвратить, но человек избрал свой путь. Поэтому что человек посеет? то он соответственно и пожнет. Ходите осмотрительно, осмотрительно, с рассудительностью, здравомыслием, мудростью, бодрствуя в Боге. Всегда находясь в состоянии готовности, боевой готовности, говоря ему, что он наша защита, покров, славе и прославляя его, и пребывая в том месте, где он обитает. И также пусть Господь даст нам переживать перемещение географически с места на место, исчезновение, появление и так далее. То, о чем мы в предыдущем предыдущих уроках говорили. то есть, видите, закончим тем, что у Бога есть много способов, с помощью которых он обеспечивает нашу безопасность и хранит нас в безопасности. Но он сам решает, какой способ он будет использовать и какой метод защиты он задействует в нашей жизни в той или иной ситуации. Не нам выбирать, но то, что доступно нам, это ходить по слову, знать слово, потому что Бог и слово едино и исполнять нашу часть, чтобы разделять его участь для нас, чтобы его участие было активно, познаваемо и действенно в нашей жизни. Нам нужно играть свою роль, прилагать свою часть. И слава Господу, об этом всем конкретно сказано в Священном Писании. Люблю всех вас и благословляю именем Господа Иисуса Христа. Аминь. Христа